Всем привет, это Павел Белинский и с вами Бегущий Человек. Пермская яжмамка притащила своего корзиночку в Литуаль и дико порвалась от накрашенного визажиста. Вы там совсем рехнулись, говорит она, мой ребенок, будущий мужчина, должен смотреть на это. Еще раз, она порвалась с визажиста, чувака, который на себе показывает, как он умеет работать. И вместо того, чтобы эта морозина поехала на СВО, она таскается по Литуалям. А Литуаль, скажем прямо, не самый дешевый магазин. Песков. По демилитаризации Украины мы достигли существенного продвижения. В СУ больше почительности, чем год назад, вооружены лучше, вытесняют российскую армию, бьют по военным аэродромам РФ в 700 километрах от границы. Существенное продвижение по демилитаризации. Угу, охотно верим. Песков сидит напротив, мой пресс-сервитарь. Он несет иногда такую пургу. Я сама смотрю по телевизору и думаю, что он там рассказывает, кто ему это поручил. Да, я... Я не могу ни трудоустроиться, ни оказаться полезным, ни даже получить медпомощь. Нас практически никого не осталось живых, мы не знаем, куда нам обратиться. Вернувшийся с войны житель Сахалина дозвонился в эфир местного телеканала. Я так давно вернулся с СВО, был ранен под Северодонецком. При вашей рекламе я не могу ни трудоустроиться, ни оказаться полезным, ни даже получить медпомощь. Потому что нас везде, кто участвовал в первых полос, практически никого не осталось живых. Мы не знаем, куда нам обратиться. Я такой не один на Сахалине. У нас все только говорят, но предметных встреч или диалогов по оказанию помощи там нет. Ровно в момент, когда в Кемеровской области 20 стариков заживо сгорали в пожаре, возникшем из-за проблем с печным отоплением, путинская пропаганда разгоняла очередной фейковый ролик о том, как в Европе нечем отапливать дома. Вот в этом вся современная Россия. Марго Симоньян рассказывает, как сидя в дорогом ресторане, переживает за нищую акушерку из Хакасии, которая не может себе такого позволить. Мы ходим в красивых костюмах, вечером можем себе позволить зайти в хороший ресторан. Ну, на жизнь грех жаловаться, правда же, совсем грех жаловаться. Слава Богу, спасибо Господи. И понимаешь, и вот работает какая-нибудь акушерка где-нибудь в Хакасии, пашет, света белого не видит, понимаешь, едва-едва спит. За какие-нибудь, ну сколько она там получает, я не знаю, ну совсем небольшие деньги, да. Еще в свой там один какой-то выходной вынуждена думать, вот сюда их потратили, не сюда. Я всегда в такие моменты думаю о таких людях, и перед такими людьми испытываю неловкость. И хочу вот на камеру сказать, вот, сограждане мои, любимые, дорогие, которые не на виду, ну, которые вы такие, вас таких большинство, я знаю, вот это ваше. Это ваш орден, спасибо вам, что вы такие, что вы есть. И это то, что для меня и составляет мое чувство Родины. А мое чувство Родины и составляет смысл того, зачем я вообще работаю, в принципе. И прихожу к тебе в эфиры, и руковожу Раштуды, и делаю то, что я делаю. Если вам понравился подкаст, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, додавите на колокол, чтобы не пропустить выход новых видео и подкастов, и поддерживайте канал рублем. Все ссылки в описании. Спасибо, до скорого ролика. До встречи. Продолжение следует. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Продолжение следует...